Ребят, всем привет! Продолжаем прохождение кампании Барановича на максимальном уровне сложности. В прошлой серии мы походили полностью ход, провели несколько операций, совершили здесь окружение. Два раза воевали с батальоном Штуков, вот его грызки остались. Здесь они полностью разгромлены. И, в общем-то, я походил и сделал все возможные битвы. То есть нам тут остается только пропустить ход и посмотреть, что сделает компьютер. Единственное, что у нас еще есть возможность попробовать прикрыть здесь, наверное, отвезти батальон. Но я в этом не уверен, если честно. Это огрызок батальона совсем вообще. Полностью огрызок. Даже не вижу смысла его, наверное. Здесь держать. Отведем. И подведем более полноценный батальон. В это направление. Плюс артиллерию подвинем. И одну артиллерию, наверное, наверху ведем. Полностью разгрузить дорогу. Так, ну что ж. И противотанковый батальон, может, подтянем сюда для флангового маневра. Вместе с артиллерией. Не артиллерию пока оставлю. Еще есть пехотные батальоны. Тоже их на фланг пустим. Чтобы закрыть тот котел. И, возможно, возможно, подкреплениями ударим на Барановича. И связав обоим основную группировку противника. По поводу ПВО. Возможно, тоже имеет смысл подвести поближе. И артиллерию тоже поближе. Так, и, наверное, пехоту тоже на двоечку. То есть на следующий ход будет тройка у танкового батальона и троечка у пехотного. То есть я могу двумя батальонами сходу ударить. Вот. Отлично. Завершаем ход. Смотрим, что предпринял противник. Так, он предпринимает контр-удар. Но, я так понимаю, огрызками. Как огрызками? Это полноценный батальон, окопавшийся. Который, да, был. Здесь достаточное количество. 34. 34 взвода Зихерунгсов. Это 52-я, что ли, по-моему. 52-я Зихерунгс Дивижн. 52-я Зихерунгс Дивижн. Хорошо. А кто же его будет прик... А, он сам? Ну, у него тут вариантов нет. Да, отступать он не может. То есть, смотрите, тут как. Он может отступить, но у него закончится топливо, и он где-то здесь встанет. Атаковать назад он тоже не может. У него не хватит очков. Он может только атаковать вперед. Проблема в том, что... Кого он бьет? Он бьет артиллерию, да? Да, он бьет артиллерию. Ой-ой-ой, артиллерию-то он не выбьет, ребят. Сколько тут казаки ППШ? А, нет, какую артиллерию он бьет? Да, да, все правильно, он бьет артиллерию. Ф-22. Слушайте, ну я, наверное, встану в глухую оборону. Что у меня осталось? Авиацию возьму. Авиацию, вяацию. Хазаков на Б возьму. Что ж, приступим к обороне. Ну, сила у него значительная пехотная. То есть, он меня должен сносить по-хорошему. Единственное, что у меня ЗИСКи. Ф-22, точнее. 76-мм. Ну, фугасы там довольно быстро кончатся. Ага. Уорша, да? Казацкая разведка. Да. Да. Левый фланг, левый фланг. Я попробую даже отбиться, ребят. Хотя, как я тут смогу отбиться, я не знаю. Ещё ф-22. Ага. Угу. У него миномёты тоже есть, он мне азортит. Скорее всего. Поэтому. Не уверен я в этом. Ну, тем не менее, до 10 минут мы продержаться сможем. Дальше уже казаки подойдут. Вот в чём. На что у меня надежда. Так, хорошо. Ещё две пушки есть. Две пушки ещё есть. Тонно. 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 Угу, здесь вообще ничего нет, да? Вообще ничего нет. Тысячам метров, где-то будем вот так держать позицию. А, справа еще вообще тоже ничего нет. Блин, он меня раздавит, конечно, в хлам. В хлам меня раздавит. Готов, товарищ. Доставлю вас туда вдоль секунды. Ну, по-другому никак, ребят, как-то так. Правый фланг полностью падает, да? Один ДШК может туда поставить. Пушку, может, одну. Нужна арбатевка. Снабжение. Поехали. Поехали. Поехали, 10 минут нам продержаться надо, да? На Б-стадии казаки подъедут. Авиация у нас еще будет. Но я не уверен, возможно, у него истребители. Так, едет. Уже что-то доедет. Товарищ командир. Разведчики едут. Есть такая профессия. Родину защищать. Товарищ. Вылечу, посмотрю. Есть у него с воздуха прикрытие или нет? Он меня здесь уже видит, ребят. Представляете? Ведь он как-то уже почувствовал, что я здесь. Ну, видимо, на краю лес. Видно. Жду указаний. Жопошника. Ладно, будем работать авиацией по нему. Че у нас там есть? Только нары, да? А вот две по сто. Но это мало. Пробую на армию, значит. Странно, плюс-6 всего. Авиация не зачалась. А, ну правильно, плюс-6. Ты готов со мной повоевать в воздухе? Это же хорошо. Прекрасно. У меня тут ДШК есть, в принципе. Повторите, прием. Двузвездочный. Неплохо продамажил, но он, наверное, уйдет. Повторите, прием. Да, ушел. Чуть-чуть не хватило. Понял. Пусть тратит авиацию. Так, сразу с БС стадия. Казаки. Угу. Во все щели. Техники у них нет. Только зенитки. Да, зенитки выставим на холм. Сейчас будем максимально тормозить его продвижение. Понял. Направляемся туда. Как-то так. Можно артой поработать, конечно, но неохота. На контрбатарею нарваться. Включаю форсаж. Что нового? Управление. На контрбатарею нарваться. Так. Разведбатальон мне надо выцелить. Разведзвод. Будет вскрывать мои позиции. Есть новости? Не люблю сдаваться. Отлично. Включаю форсаж. Ждут вас координат. Задерживаем сколько можем. Пять минут уже прошло. Так, новая группировка идет, да? Или здесь вот? Правый фланг самый слабый, будем работать по правому флангу. Неплохо их накрыло. Так, ДШК тоже поближе. Да, все, он уже видит ее. Ваши кареты вас ждут, товарищ. Мы тут как мешать тебе. Мы готовы. Доложить нечего. Доложить нечего. Доложить нечего. Нужна арбанчевка. Мы тут как мешать тебе. Корректирую огонь. Сто одиннадцатый готов. Осторожно. Сравитель противник. Бак пустой. Сматываю уточку. Прицел. Огонь. Еще одно помолкание. Так, бак пустой. Какие будут приказы? Готовы к залегке. Будем бомбить его минометы тогда. Это пока самое неприятное для меня. Куда мы направляемся? Доложить нечего. Включайся нечего. Так, одну батарею я подавил. Этого он не догонит. Так, тут зениточки у меня. Первым делом на правый фланг заказываемся. Бомбить надо. Прямая наводка пошла. Уходим. Влетаем. Так, сколько там? Две минуты еще. Разведчиков главное загасить. Да, здесь надо отступать полностью. Правый фланг просто отдали. Ничего я поделать пока не могу. Вот он, разведвзвод. Пулеметы. Да, вот пулеметы тоже очень опасная цель. Для меня... Пулеметы тоже бьем. Тоже бьем, отступаем. Пулемет уничтожен. Он тоже бьет на правый фланг полностью. Всеми отрядами. Левый фланг тоже есть. Смотрю, присутствует. Так. Третька вскрыл меня каким-то образом. Пулемет уничтожен. Санитар! Санитар! Смерть! Пулемет уничтожен. Поехали. Козачки. Саперы. 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 Так. Казаки из Судан. Казацкая разведка. Ну, не знаю. Может, сюда один отряд. Так. Казаки сюда. Казаки. Сюда. Пулеметы мне не нравятся от слова совсем. Их мы будем бомбить. Пока ровно. Я думаю, я возьму бой. Получится взять. Блядь, ну вот это разведчики. Мне говорили, не рублю. Разведчиков. Они вскрывают мои все позиции. Ну, я испугался. Ушел. Едем до конца. Отрежем его. В тылу пусть останется. Так. Минус один. Так, здесь очень... Да. Все понял, понял, понял. Угружаемся. Так. Уступаем. Уступаем. Прикончили гадов. Сюда надо сброситься. Отрежем. Можно подниматься. Куда мы направляемся? » Что мы рубили? build a place. Неожм의 injuries. Во время. Как раз départ. Он взорв кamyon. Под imagines 우리 nosnas. Ну, échо, наоборот. Ох, нихера себе я тут у него. Ну, если это приказ... Борис, ложись! Уже постойно. Жду указаний. Бомбин. Да ладно, ушел. Так, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Казачков утащить. Надо холм штурмануть. Казаки СВТ. Вперед. Бойцы, стой! Управляйте! Новая доставка уже в пути. Тут, конечно, жопа у него сколько пехоты. Вроде я держусь. Еще нужно подкрепление. Еще, еще, еще. Пулеметы сюда. Масса. Отлично. Отлично. Отлично, отлично. Так, бомбардировщики. Раз. Два. Три. 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 ЭтоOLF. Н Google. Ладно Артим Насчет флака все нормально Не бойся Минометы, правда, бесят Орудия заряжены и готовы Пошли, пошли Ох, ё-моё, сколько тут Орудия заряжены и готовы Тихо Вперед 17 на 7 Отлично 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 Здесь мне подрезали Разведчик Поставим сюда Один есть В принципе может пройтись Комбат Сюда Выставим Слот построен И ждет приказа Угу Так, на миномет Ой, на пулеметы вылетаем На миномет Тогром Пулемет Мне грохнул Ммм Тяжелая Эскадриль Он задействовал Кстати, да Надо держать Истребителя в воздухе Сейчас как бомбанет А, не туда Не туда У него, кстати, жесткие турели Нужно отлететь Нужно отлететь вообще в легкую Так, ну и вроде Вроде сокрушительное поражение ему рисуют Я с этим абсолютно согласен Тут лес просто Прорядило, блин Ваши приказания Это Хенкель Сбросился Так, вылетаем на подмогу Ребята Вызывают огонь на себя Так сказать У нас свой налет Так, этот назад Этот назад Перенебрати Готовы к встрече Боню у вас Беспечен Приводчик Смот построен И ждет приказа Врачи Не держи К полету готов Сделали К полету готов Уходим 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 зашла в лес, сейчас всем борода будет. Так, тяжелый бомбардировщик пал. Ну, разбомбил мне здесь все. Хорошо. Еще СВТшников сюда надо подтащить. Вроде все нормально, ребят. Потери наносятся. Бомбардировщики падают. Минус. Пулеметы падла, блин. У меня столько пулеметов, что ли. Еще один тяжелый бомбардировщик. Времени еще полно, на самом-то деле. Так, вернитесь на холм. Вы вернитесь вглубь леса. Что, кстати, по истребителям есть еще? Поддержка нету, да? Вот сейчас собьет меня нахер. Уходим. Студобейкер снабжения уничтожен, видимо, контр-батареи, да? Сюда сброс. Добежишь до пулемета, нет? Добежишь до пулемета. Добежишь до пулемета, нет? Угу, угу. Готов. Голубчик. Блин, я не успеваю. У него столько авиации. Подработает тяжелый бомбардировочный полк. Причем он турелями мне... Сбивает самолеты турелями. У него двадцатка там в турели, блин. Поодиночке он меня просто... Уничтожает. Смотрите, сейчас может второй сбить. А, это нары, ладно. На второй круг отойдем. Так, ну, закрепим позиции. Максимально. Отделение ждет команды. Борис, ложись! Миномет попробуем долбануть и потом уйти на бомбер. Не получится, да? Ладно, уходим. Край леса бомбил. 18 на 6 меня устраивает. Просто времени еще много. Он мне еще много раз будет бомбить. Вон миномет, сейчас мы его долбанем. Еще одну двойку в воздух поднимем. Отлично. Еще одна двоечка готова. Наверное, по пулемету отработаем. Пулемет из виду пропал. Держим в воздухе. Блин, истребители на очень долгом, долгой до заправки и ремонте. Они все топливо исчерпали. Так, а вот и понадобилось нам. Вау, массовый налет. Так, подальше от турели. Да, он тоже массовым налетом. Неплохо уходит. Ничего, я его пока не могу сделать. Так, вот одного подловил. И второго сейчас подловлю. Он почему-то... А, он не сбросился. Ну, что вы делаете, ребят? Что за маневр? Смотрите, как он рубит. У меня тоже стрелки турели должны работать. Жопа сбил меня. Истребитель первый появился. Вылетаем. Так, сокрушительное поражение меня вполне устраивает. Второй истребитель тоже воздух. Вы можете выходить. Половину по отряду. Стрелки должны добить. Нет, не добили. Просто скажите, где они находятся. Сзади на! Бедолага. Не понял, куда вообще попал. Отлично. Что, до конца боя полетаем тут? У меня куча турелей. Блин, забрал мне один отряд все-таки. Забрал мне таки один отряд. Свободная охота. Есть контакт. Есть приказы, командир. Мус-1. Сейчас город мне уничтожит. Нахер. Сюда. Какие будут приказы? Я думаю, что я подниму. Одинокая фока. Тут столько турелей. Не успел я последний сбить. Сокрушительное поражение. Дивизия, которая оказалась в окружении. Попытался он вырваться, но нет. Все идет отлично. Сейчас левый фланг, по-моему, у него полностью просядет. Единственное, что... Мардеры. Мардеры сейчас пополнятся. Ну, они вроде не на 3 очка должны пополниться. То есть, они атаковать не смогут. Он физически, по идее, не сможет атаковать сейчас. Это вообще фиаско. У него единственный шанс это свалить. Не понял, что... Кто... Где... А, атакован вот этот полк. Кем? Вот этим? Блин, это такой же... Такой же батальон. Причем... Бля... Я ему ничем не могу помочь. Вот в чем проблема. Блин, зачем? Пофигеть. Он и Мардер сюда подтащит. Он выйдет... Выйдет из окружения при помощи этой атаки. То есть, Мардер уйдет. Мардер вот здесь окажется после атаки. Если он его на С возьмет. А он его возьмет на С. У него... Вариантов нет. По идее. А, нет, стоп. Ну да, скорее всего так. Ох, ё-моё. На Б просто элитная. Гренадерский полк. Элитные гренадеры. Ладно, это будет тактическая оборона. То есть, без каких-то... Надежд на что-то. Просто... Выжить. Будем занимать оборону где-то в глубине. На выгодных для нас позициях. Я не знаю. Тут, конечно, Мардер и артиллерия. Все это. Может, блин, такая карта огромная. Где мы будем обороняться? Где-то вот здесь. Мне кажется, в городе я могу еще продержаться. Здесь я могу тоже продержаться. Внутри города. Город ему сложный, по идее. Да, город сложный ему будет брать. Здесь у меня казацкая разведка для ближнего боя. Да, я забираю полностью правый холм. Скорее всего. Я забираю правый холм. Доставлю вас туда в долю секунды. Вот так вот. И я забираю правый холм. Доложить нечего. Доставлю вас туда в долю секунды. Пусть тут даже не пытается что-то предпринять. Одного командира сюда. Теперь... Блин, у меня и очков-то мало. Я... Тут надо не разгоняться. Очков-то тоже маловато. Казаки ППШ. Здесь тоже казаки ППШ. Казаки ППШ. Готов, товарищ. Доставлю вас туда в долю секунды. Да, товарищ. Доставлю вас туда в долю секунды. Ну, он меня сейчас тут уничтожит, конечно. Сколько? Девять очков еще осталось. Здесь надо еще занять. Позиции. Токси готова. Выпущу вас там. Так, хорошо. Пулеметы. Могу выставить... Блин, чуть-чуть побольше бачков. Такие вот фланговые. Так, еще пять очков. Мне надо сюда что-нибудь еще накидать. Скорее всего, казаков ППШ. Каждый дом для него будет. Это просто неприступная крепость. Ну, хотя у него если пионеры будут, я не видел. Пионеры там были, нет. Еще два очка. Ну, здесь можно... Подержать. Казаками СВТ. Поехали. Три очка еще есть. Ой, три очка в минуту есть. Но ему будет не сладко, но... Я свои все точки плюс-минус буду держать. В теории наша задача проиграть, как можно... С... Меньшим разрывом в точках, чтобы победа была у противника не разгромная. Обычная такая. Тактическое отступление. Типа с нашей стороны. Посмотрим, посмотрим. Что-то, если честно, я прям так полон сил. Мне кажется, казаки могут разорвать. На кусочки. У меня вот такое ощущение. Что он может поплатиться. Прямо, по крайней мере, я вот сейчас вижу, что... Не все у него так хорошо. Так, командиры бы сюда, ну. И комбат осуна. Вижу противника! Вставай, страна огромная! Стрелки готовы! Вижу противника! Да, товарищ капитан! Это эгэшка, что ли? Брат, ну ты как-то на своей территории тут катаешься, ты чё? Тут казаки, блин, обороняют позицию. Так, всё. Пока у нас плюс идёт неплохой. Мне пока бойзны за артиллерию. То есть он по позициям будет артить. И против этого я ничего не могу поделать. Хотя у меня есть артиллерия, но... На неё долго копить. Есть у меня ОБ-шки, кстати. Кстати. Давайте выставим такой вот этот, как у артиллерийский. Этот. И сюда ещё разведчика посадим. Со временем. Это будет у нас эта высота, за которую немцы будут биться, пытаться биться. Пока всё нормально. Пулемёты пока выключим. Подпустим поближе. Комбата здесь выставим. Так, хорошо. Сюда подъедем. Всё, тут трёхзвёздочный Максим и трёхзвёздочный Казаки ППШ. Разведочку. Ну вот сюда, ребят, подъедем. Чё-то мне уже, знаете, не хочется проигрывать. Такое вот прям по ощущениям. Чувствую, что он обосрётся. Насыщаем город пехоты. У меня пехота ближнебойная, у него панциргренадёра. Изи Херунгс. Ну, то есть вообще ничто моей пехоте. Я вот эгэшку хочу добрать. Нет, тут будет прострел, да? Тогда просто здесь сидим. Пулемёт выключу. Не вскрываться раньше времени. Разведка у него тут есть? Нету. Сейчас будет мега-операция просто в упоре. Я его уничтожу. Я прыгаю сюда. И начинаю уничтожать. В случае чего отступлю. Просто издание ППШ. Такая вот неприятная засада, да? Ещё раз прыгну и... Бах! Бомбардировщик летит. По поводу бомбардировщика, кстати. У меня есть зенитки. Я их буду пользовать. Командира даже выставлено. А, командир есть, отлично. Блин, успел сброситься всё-таки, моблюдок. Пробую тогда эгэшку забрать. Ладно, казачки в разведке неплохо себя окупили. Блин, вот разведка это плохо. Он будет вскрывать моим отряды ближнего боя. Но он сюда сейчас прыгнет, и я его уничтожу. Эгэшку забираем. Так, эгэшку я забрал. Отлично. Командира тоже забрал. Всё. 10-14. Добрал, добрал он точки. Свои. Ну, кстати, вот это вот он сейчас может авиацией разбомбить. Так-то. По поводу дальнего боя. Что-то выставить фланговые ещё пулемёты. У меня, по идее, столько всего есть. Но заманается это всё брать. Пулемёты. Всё, что хочешь. Я бы сюда ещё сапёров поставил. Оружие на изготовку. Уходим. Будет бомбить по старым позициям. Стрелки готовы. Блять. Как он вообще... Куда он бомбил, блин? Как он мог... Вот так вот бомбить. Здесь надо прикрыть, ребят. Там... Сюда нужно пару пулемётов. Тут вообще пулемётный такой. Эту линию из пулемётов сделать. Очень опасно сейчас на этом фланге. Раз. Два. Три. Командирую сюда. Так вот. Блять, как он видит моих компатов. Как он видит мою пехоту. Блин, ублюдок читер. Читерит по полной, блин. Ну и, наверное, сюда артиллерию надо уже вызывать. По-хорошему. Ну, Максим дерьмовый пулемёт, так что на большие какие-то результаты не рассчитываем. Куда он, интересно, целится? Чё он видит? И где он видит? Как он видит этот отряд? Чё за приколы, блин, нашего городка? Офигенно. Да, сейчас будет бомбить. Ну, по ложку у меня больше нет. Не, тут против СВТшек он не будет. Не, тут против СВТшек он не справится. Так, как мы ещё... Здесь у нас, конечно, слабая позиция. Носительная. У меня сюда ещё казаков СВТ кинул. По-хорошему. Отлично. Но позиции хлипкие, конечно, очень хлипкие. Надо больше точек забирать. Для победы. Ну, вот эту надо забрать. Что она тут... Эту точку надо забрать. Она моя. Ваши приказания. Ваши приказания. Всё. Так, хорошо. Теперь по артиллерии. Миномётов у меня дофигища, конечно. Будем контрбатареять. Ну, а без техники ему сложно будет. Казаки одна из лучших дивизий для ближнего боя. В игре. За красных. Поэтому... А здесь куча городов. Поэтому ему ничего не светит. Есть, конечно, у него авиация, но... Ну, это такое себе. Очень слабенькая авиация, кстати. Лёгкие подвесы. Так, по поводу, кстати, разведки. Хочется мне вот видеть его миномёты. Всё вроде отлично, ребят. Просто без шансов. Я думаю, будет хуже. Но у него не хватает силёнок пробить ближний бой на пехоту. Просто не хватает силёнок. Ай, блин, миномёты. Миномёты, я погорячился. Ладно, тогда стоп. Подвезём машину. Снабжение ещё одно. Посадим туда миномёты. И подъедем поближе. Да, кстати, единственное, что его может спасти. У меня боекомплект может кончиться просто. Третье, он боится заходить, потому что знает, что там ППШ сидит. Просто встал перед селом и думает, да ну нафиг, в каждом доме пистолет и пулемёт. Это вообще просто нереально. Бля, ублюдок, он убил мне зенитку одну. Надо для контр-батареи поближе. Ждём координата. Понял. Выключай мотор. Мы тут подождём. Садитесь, товарищ. Там, сюда вот подъедет. Орудие заряженное и готовое. Зависит фашисты. Садись прицелы. Так, хорошо. Где-то здесь тогда миномёты посадим. Зависит фашисты. Ага, всё нормально. Я думаю, тут миномётов нет. Показано как будто нет. Ну давайте вот где-нибудь вот здесь выгрузим их. Это тоже надо сейчас... Вот ублюдина, вот ублюдина. Просто точно в цель кладёт. Как будто, блин, здесь у него разведчик сидит. Так, точно. Не страшно, нам бомбёжка, любая. Осторожно, самичин противный. Так, поехали. Растулась на пугасным. Шесть снарядов. Огонь. Зацепили. Куда вам зашли? Всё, пошла первая контр-батарея. Сейчас пойдёт вторая. Так, сейчас готово. Растулась на пугасным. Шесть снарядов. Огонь. Миномёты надо заглушить. Ну всё, он уже признал своё поражение. Он что-то ничего не может сделать. Открылся на изготовку. Но я бы тоже не смог, если честно, штурмануть. Полный город пехоты ближнего боя. Город справа, город слева есть. Минус миномёт. Сразу пулемёт бьём. Это нереально. Так, ещё один миномёт где-то остался, да? Так, ещё один миномёт где-то остался. Так, повторить. Ещё один готов. По-моему, миномёт тоже готов. Такое ощущение у меня складывается. Ха-ха, у меня сейчас сил столько, что я могу контратаковать. Единственное, техники нет. Вызовем ещё эгэшки. Опа, отступаем, 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 отступаем. Ну, отступай, ёптвою мать. Так, надо занять этот холм. Орудия заряжены и готовы. Командиру, что ли? Давайте командира отстрелим. Тут на холм забираемся. Вот он. Бля, жопа шляпу. Отступаем. Будем работать артиллерии. Просто такое затишье. Причём в наглую. Я его просто перестреляю артиллерии. Всё-таки ушёл миномёт его. Угу, целится, вы, целится. Так, С-стадия. Он на С-стадии мог мордера притащить, кстати. Взять. Не знаю, взял он в бой, но, скорее всего, взял мардера. Сейчас на С ещё и мардера попробую. Против мардеров у нас есть сорокапятки. Выставлю парочку. На всякий случай. Прямо на всякий случай. Он на С ещё повоюет, ребят. Повоюет. Время у него будет. Так, батарея номер три. Батарея номер четыре. Контр-батарея по полной. Так как, так, господи, я тут миномёт первый сводил. Почему, блин, он до сих пор жив, блядь? А у меня миномёты в панике. Господи, ну это просто жесть какая-то. Так, по поводу мардеров. Вот здесь, наверное, поставлю пушечку. Пушечку. Это чё такое? А, и гашка. Так, ублюдина. Пушку мою грохну. Всё, четыре миномёта смогут один убить? Нет? Видимо, нет. Повторитесь. Вижу противника. Да, товарищ. Огонь. Рассказываем ли. Куда мы направляемся? Так, ну ладно, чё. Я думаю, это победа. Надо пролистать. Ага. Вскрылись, вскрылись миномёты. Проверить прицелы. Прямое попадание. Собищены фашисты. Проверить прицелы. Санитар! Ну не, мардеров почему-то не поехало. Видимо, не получилось притащить мардеров. Я, по крайней мере, не вижу. Прицел где заряжены и готовы. Прицел 10. Огонь. Прикончили ганн. Мы готовы. Тут где-то пулемёт был. Давайте его грохнем. Корректирую огонь. Пушки не выгружаем. Мардеров нет. Ну и ладно. Ой, как он видит эти пулемёты, я не знаю. Заград огонь. Широкомасштабное наступление какое-то сейчас с миномётиками. Это всё бах. Борис, фашисты. Наши не целы. Готовы откликать грудь. В чём картинатам? Борис, пушись! Не снаряды, не расходы, мы на товаре. Осторожно. Сранитель против. Не, всё. Ушёл вообще в тыл, думает. Не, нахер. Не получается. У него ничего. Всё. Отвёл назад. Ну, тут у него действительно ничего не получается. Слово совсем. Готовы откликать огонь. Готовы, товарищ капитан. Куда попали? Всё. Победа. Да. Чё по потерям? Ну, потери мы ему неплохие нанесли. При первом штурме, а потом он просто стоял. Так, ну что. Как у нас изменилась ситуация на фронте? Вот в чём интерес. Козачки отбились. Полностью. Он не вырвался, отступил. И бой закончен. Мардеры, кстати, не подтянулись. То есть он их не задействовал. А это значит всё. Вот один батальон у него остался, который сможет в теории сейчас наступать. Он сможет наступать и подтянуть с собой Мардеров. Подтянуть Мардера. Вау. Слушайте, я вышел на оперативный простор, ребят. Я полностью вышел на оперативный простор. Это же просто жесть. Так, а мотоциклетный батальон есть? Так вот. Единичку оставим, чтобы подкрепление можно было подтащить. Ох-ох-ох. Штуги не восстановились. Эти на помощь ему не придут. Ну, кто ему сможет прийти в теории на помощь? Никто. Батальон Штугов просто уничтожен сейчас будет. А чем мы будем бить? Да вот этим, наверное, батальоном, да? Раз. Артиллерийский можно задействовать. Шерманов трогать не будем. Пехотный на С возьмем. Тут автобой должен быть, да. Там просто уничтожение батальона. Здесь. Этих, ребят. Кто может поддержать? Это тут уже пантеры, да. Тут уже пантеры. Пазики четвертые. Это уже нормально. Но, смотрите. Я могу сейчас отбомбить. Я отбомблю пантеры, чтобы они не участвовали в бою. И ударю по пазикам четвертым. Просто. И изничтожу их. Как вам такой ход? Да, блин, почему я не могу нажать на пазики? Слушайте, ну их тут так много. Это просто жесть. Пазики Г, пазики Х. Так, тут закрепляемся. Вдоль шоссе у нас вообще, блин, система из бункеров просто непробиваемая. И я могу еще задеплоить. Подкрепление я это буду делать. Здесь вообще каждый ход будем что-нибудь вызывать. Обязательно. Пока все не вызовем. Вот это все пойдет на Барановича сейчас. Полным ходом причем. Так, мотоциклетный батальон. Отлично. Тащим его вперед. Еще на один ход продвинемся. Посмотрим. Пока все чисто. Ладно, ребят. На этом серию закончу. Блин, очень интересно. Что дальше будем делать? Прям супер. Интересно, есть тут еще какие-то танковые батальоны или нет. Пока все просто шикарно. Ну, нам предстоит еще ответный бой. Я его, наверное, либо сам протакую, либо дам возможность протаковать меня. Скорее всего, дам возможность. Посмотрим. Ладно. Всем спасибо за внимание, ребят. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.